I have ways of blowing things up. Ну давай, Ричард, это твой мир. Покажи мне, что ты скрываешь. Ну, мирок у него такой, тёмненький. Так вот, то, что для меня стало такой неожиданностью, что печалька дочь Томаса... На самом деле, потому что я был достаточно, наверное, невнимателен. Не то чтобы невнимателен, у нас были некие подсказки. Например, когда печальку только привели, и медсестре сказали заботиться о ней. Она говорит, но мне и так уже нужно заботиться о Тарковском. Хотя девочка очень одарённая, это, видимо, семейная. Причём девочку привёл именно Томас, и потом она говорит, девочка очень одарённая, видимо, это семейная. Потом, то, что Томас может ходить, ну, видеть духов, и печалька может видеть духов, ну, опять же, это, ну, не сколько совпадение, сколько семейная черта. Можно было догадаться, что печалька его дочь. Теперь, вопросы, которые у меня остаются. Мы поняли, как Ричард стал полым. Мы поняли, кто такой Томас, откуда он взялся, кто такая печалька, кто-то, сё-то. Два вопроса, которые у меня на данный момент есть. Кто тогда наша героиня? Чем она связана? Ведь она связана. Томас позвонил именно ей. Я так понимаю, что Томас звонил. Ну, хорошо. Во-первых. А во-вторых, почему она видит смерть печальки с детства? То есть, такое не бывает просто так. И опять же, раз у неё есть дар вот этого всего видения, не является ли она роднёй печальки и Томаса? Я даже на секундочку подзадумался, не является ли наша героиня печалькой, которая страдает раздвоением личности. И типа, одну её личность убили в детстве, а вторая выжила. Здесь всё началось, Ричард. Здесь тебя сломали. Сделали тебя тем, кто ты есть. Так, у нас тоже есть интуиция, хорошо. Неужели у нас будут какие-то боевые навыки? Мы же сюда пришли явно с враждебными намерениями. Зажмите, удерживайте за миг до удара, чтобы провести контратаку. Вы издеваетесь. Ясно-понятно. Не очень удобно. Сделали бы простую атаку, но, видимо, наверное, простая атака в игре не предусмотрена. Только контратака. Ну, хорошо. Это так выглядело. Оп, оп, оп. Ладно, поехали. Вряд ли я здесь найду что-то примечательное. Игрушка, ну, очень коридорная. Она не позволяет лишних исследований, не позволяет какой-то лишней информации. Вот это ощущение пустоты, к сожалению, у меня так и осталось. Сколько уже серий прошло, а... Не надо, чувак, не трогай меня. Чувствуешь, Томас? Здесь что-то есть. Она пробудилась в тот день, когда она пришла к нему и захватила контроль. Устроилась здесь поудобней. Меня радует, что у нас нету счетчика энергии. Значит, мы можем пользоваться вот этим счетом постоянно. Ну, что ж, Томас, давай посмотрим. Потеря, ненависть, горе. Ими тут все пропитано. Тут произошло что-то ужасное. И это изменило Ричарда навсегда. Нет! Отстань, отстань, от не оставив покое. Вот так. Страшная тайна Ричарда. Средоточи его демонов. Ну, то есть, ты, в принципе, понимаешь, что он этого реально не хотел. Ну, он сделал что-то страшное, это я тоже понимаю. Но он этого в самом-то деле не хотел. И мы сейчас выясним, что же с ним такое случилось. Честно говоря, я немножечко заинтригован, потому что, ну, прям сейчас у меня, наверное, нет какой-то гипотезы. Давайте посмотрим. О, ножик, привет. Нож отца. Насчет того, что это нож отца. А, интересно. Так. Ага, вот так повращать можно. Но он не шепчет ничего. Кстати, можно было бы подумать, что нож складной. Ну, с... Это интересно. То есть, видите, у этого ножа есть зацепочка под ноготок. То есть, по идее, он складывается. Причем не во внутреннюю, а во внешнюю сторону. Во внутренней стороне у нас... Ну, не знаю, там нет отверстия. То есть, по идее, его сделали как раскладной нож и сделали зацепку под ноготь. Но прорисовать место, куда он складывается, явно не сделали. Его сделали как фиксированный. Ну, ладно, это небольшие недоработки. Ричард, твой папа забыл свой нож. Тебе стоит отнести нож ему. Ладно, подыграю. Пока что. Больше тут ничего нету. Надо отнести реже к бате. Пойдем, пойдем. Я думаю, что нам сюда. Папа, ты забыл свой нож? Спасибо, Ричард. Вот что. Оставь его себе. Но это же твой счастливый нож. Теперь он твой. Он тебе пригодится. Завтра я уезжаю. Что? Нет. Завтра я уезжаю. В смысле, я уезжаю в командировку и вернусь через неделю? Или завтра я уезжаю и мы с тобой больше никогда не увидимся? Это какой тип уезжаю был сейчас? Ну, понятно. Кто же мне... Куда ты уезжаешь? Армия идет на запад. Я отправляюсь с ней. Но... Нет. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Это знаете, насколько отвратительная примета отдать свой счастливый предмет перед тем, как ты уезжаешь куда-то на... Куда-то, где тебе грозит опасность. То есть я был... Не прав ни в том, ни в другом случае. Это не командировка. И он их не оставляет. Он уходит в армию. И... Я так предполагаю, что он оттуда уже не вернется. Я тоже не хочу, сынок. Но иногда важны не то, что мы хотим. Ты понимаешь? Я... Я... Когда ты вернешься? Заботь себя о маме, Ричард. Теперь ты у нас голова семейства. Еще раз. Оп. Да ладно. Не буду тут открыть дверь. Может быть, что-то интересное. В поте твоего лица. Так. Крест. Я пытаюсь понять. Это прочитать нельзя, прочитать нельзя. Милитари. Ну, наверное, какой-то или за заслуги, или за отвагу. Ну, за отвагу, за заслуги. Такое бы еще не дают. Так. Покрутить мы не можем. Все лица смазаны, кстати. И повторно мы посмотреть тоже не можем. Что жаль, наверное. Ну, хорошо. Значит. Можем ли мы сделать вывод, что у него отец был ветераном? И вернулся с одной войны и пошел на другую. На первой войне он заслужил крест. Доколе не возвратишься в землю, из которой... Хм. Видели? Так, ладно. Трубку мы глянули. А как мне это достать? А, понятно. Ибо прах... Ты и в прах возвратишься. И к чему? Ну, тут портрет матери, но нету портрета отца. Все сводится к тому, что он его потерял, да? Эти еще пальцы что-то охраняют. Надо от них избавиться. Так, ну, духовный взрыв. Погодите, я что-то не зарядил? Ну-ка, давайте прочитаем. От лица руководящих органов Польской Республики выражаем вам свое глубочайшее соболезнение в связи с кончиной лейтенанта от ТТУ Шатарковского. Он погиб, сражаясь за свободу и независимость своей родины, и мы перед ним в неоплатном долгу министра военных дел. В принципе, да, как я и предполагал. Окей, теперь что? Горе, гнев. Это мне пригодится. Опа, мы зарядились. Блин, у него такие есть энергии. Итак, где же мы, где же мы? Ну, ладно. Я по привычке пытаюсь поворачивать мышкой. Не знаю, каждый раз, когда я записываю новую серию, там проходит некоторое время, я забываю про эту дурную особенность, что тут нету никакой мышки. Здесь камера фиксированная, с дурными углами, и... Эй, Ричард! Спорим, ты меня не поймаешь. Да, Ричард? Что? Эй, подожди! Мне на голоса ориентироваться или где? Давайте только не чертов лабиринт, пожалуйста. Давайте я сюда схожу. Посмотрим, что от нас тут могут скрывать, если вдруг скрывают. Ну, вроде тут тупичок. Хорошо. Значит, сюда можно было заглянуть. Тут у нас... Сколько можно, Ричард? Мои руки устали. Уже почти все еще. А, это прозвучало очень двусмысленно. Это, видимо, та самая девушка, которая ему нравилась. А вот... А! А, я понял. Он ее рисовал. Я на секундочку задумался, что они такого могли делать, чтобы у нее руки устали. Возможно, он тырил яблоки с деревьев, а она его поддерживала. Но нет, он ее рисовал. Вот тут видны мелочки, эти уголечки, грифели. И вот портрет. Ну, кстати, нарисовано довольно красиво. И также он, если вы помните, рисовал... Печальку. И она тоже жаловалась, что... Она уже устала сидеть, а он говорит, ну, потерпи, уже все готово. Делаем вывод. Хоть он и был художником, но за эти годы так и не научился быстро рисовать. Ну, хотя ладно, с другой стороны, может, невозможно быстро нарисовать портреты. Я не художник, я не знаю. Честно говоря, я думаю... Давай, капуша, слоупок, блин. Тут я не буду ничего говорить, потому что я от художеств... Ох ты же, блин, очень далек. Я не понимаю, как это... Ну, я знаю, что это огромный труд, и как... Ну, я не понимаю точно, как это все должно делаться. Ладно. Газетенка? А, нет, не газетка. Это платочек с хавчиком. Они тут сидели, перекусывали. Держи. Завтра постараюсь принести еще. Спасибо, Ричард. Ты не представляешь, как много это для меня значит. Он ей приносил еду. То есть, или она тут скрывалась, или она была из бедной семьи. Погодите. Куда ты делаешь? Это два ведущих к одному, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. Да, это два ведущих к одному. То есть, мы могли пойти этой стороной, могли пойти этой стороной. В принципе, и тут, и тут у нас одинаково. Тогда пойдемте дальше. То есть, гибель отца. И сейчас с этой девочкой что-то случится. Но... Что это? Это кое-что очень важное. Обещаю, что сбережешь это. Попробуй мне, что ты будешь защищать. Что-то очень важное. Двигать я это не могу. Интуиция тоже мне ничего не подсказывает по этому поводу. Спасибо. Сюда, глупый. Сюда, сладкий. А, если девушка называет тебя глупым, а еще хуже, глупеньким... А, тут проход был серьезный. То она как минимум так не считает. Роза? Роза! Розочка! Ты где, золотце? Сюда! Вот ты где, я испугался, что ты заблудишься. Да я тут испугался, что я заблужусь. Я тебя целовечно и жду, уже успела заскучать. Эй. Это их беседка, где они проводили свои лучшие времена. Эй, ты видишь? Надвигается гроза. Похоже, сильная. Надо расходиться. Завтра... Завтра на том же месте? Да, я приду. Время суток меняется так же, как в Киберпанке, если что. Фишка всех современных игр? Нет, вряд ли. Как мило, Ричард. Очень мило. И что ж теперь? Так, а я могу посмотреть. Ага, вернуться не могу. Булькает так... Приотвратительнейшее случаю. Хорошо. Тут мы все посмотрели. Гроб мы посмотрели. Бегаешь ты, конечно, чувак. Ну, это не ты виноват. Тебя таким программистом сделали. Я тебя не виню. Давайте в этот раз коридор будет покороче. Да, спасибо. Он не выдвигался теперь сто пятьсот раз. Кажется, что-то не так. А, вон, вторая лестница открылась. Мама! Кто это? Он... Тот, кто о нас позаботится. Я сам могу о себе позаботиться. Я обещал, папе защищать тебя. Я знаю, сын. И он бы того и гордился. Но храбрость не решает все проблемы. Иногда... ...то есть ты привела Хахаля, да? Круто. То, что нужно для растущего пацана. Он на тебя обиделся. Я бы, наверное, сказал, бы правильно сделал. Но кто я такой, чтобы судить? Эй, иди сюда. У меня есть для тебя поручение. Хахаль начал командовать. То есть он, в принципе, клал на Ричарда. Ему нужна была только мамаша. Что, в принципе, тоже логично. Принеси мне ту штуку. Сам знаешь какую. Поточнее нельзя, да? Принеси мне ту штуку. Сам знаешь какую. И сюда нужно что-то принести. Но поскольку игра нас не балует обилием объектов, я думаю, мы его найдем, этот объект. Так. Привет. Почитать я не могу? К сожалению, нет. Хорошо. Книженцы. Сейчас, кроме книженцы, давайте пошаримся тут еще. Я так полагаю, что вот тут мы сможем что-то почитать. Не заставляй меня вставать. Иди, знаешь, бесполезно. Весь в мать. Ну так я не могу... Блин, там есть какие-то вещи, но я не могу с ними ничего сделать. Вон, раз и два. Я хочу... Ай, блин. Икра, иди знаешь куда. Ну, то есть, вон, там лежат вещи, видите? Но сделать я с ними ничего не могу, потому что тупо не появляется никакого действия. Хорошо, спасибо. Давайте принесем ему книжку. Пусть подавится. Тебе что? Сказку, Найч, почитать? Я тебе не мамаша. Не книжку, да? А, теперь... Блин, игра, ну зачем ты так поступаешь? Это же глупо. Я уже пришел сюда. Я уже нашел. Да я соберу все, что нужно сразу. Блин, ненавижу, когда так делают. Ладно. Трубка... Это батина трубка. Вряд ли она понадобится этому придурку, а... Я что, должен по очереди теперь все это приносить? Да заткни пасть, блин. Давайте я трубку принесу. Он сейчас скажет, я же тебе не твой сраный папаша. Че ты мне принес это? Я покурю, когда захочу курить. Ну, нет. Да он самоочарование. Игра, прекрати, пожалуйста. Дай мне не по одной вещи приносить. Дай мне принести все сразу. Вот и тут нет. Тут ничего нету. Ничего. На, подавись. Шкатулка, не шкатулка, что тебе нужно? Ах ты, как нюх, сейчас. Я проучу тебя. Да, ну блин, может ты ударишь его, что ли? Что ты со мной делаешь? Не подходи, я снова тебя порежу. Это был... Он его ножом пырнул, да? Неблагодарный сопляк, проваливай с моих глаз. С удовольствием. Хм... Схлипывает в подушку. Ревёмс? Ревёмс. Чё ещё делать? Давай, мы соберём всю эту силу отсюда. Тут... Точно больше ничего нет? Вот эта фишка с контролом не очень удобна, если что. Отстань от меня, ублюдок! Нет, нет! Мама! Держись, мама! Ну бей уже! То есть, мамаша, та ещё дурёха, привела сюда какого-то урода. Пытаясь заглушить горе. Ну и понятно, что с этого произошло. Отпустите, а не надо. Да-да-да. Угу. Но он пришёл и убил его ножом, да? То есть, то, что он и должен был, по идее... Ну, не то, что он должен был сделать, а то, как ему подсказывала... Его интуиция. Это всё твоя вина. Ты не смог защитить её. Никого не можешь защитить. Он не вернётся. Он исчез. Никогда не вернётся. Ты никогда им не станешь. Никогда. Ни за что. Мелкий ублюдок. Никуда и шли. Слушай, ты маленький хрень. Ладно. Итак, мы опять в саду. Снова это место. Но в другое время. Давайте посмотрим. Ричард! О, я кажется, догадываюсь, что произошло. Ну ладно, сейчас посмотрим, подтвердятся мои догадки или нет. Я, кажется, догадываюсь. Розочка, ты где? Так, опять это место. Опять Роза. Мне надо идти, прости. Ничего, Роза, закончусь в следующий раз. Нет, не будет следующего раза. Вот что она хотела сказать после этого, да? Ричард, где ты? Хотя, вроде она его ищет. Кто знает. Ричард, выходи! Ну давайте без грёбанных лабиринтов. О, хлебушек. Извини, это всё, что я смог принести. Всё, что страшно, Ричард. Это более чем достаточно. Так. Ну хорошо, ты продолжал её кормить. Блин, у тебя что, девочка в саду жила, что ли? Хотя не, мне надо идти, значит, скорее всего у неё всё-таки был дом. Не переживай, я сберегу тебя, сберегу. Это... Случайно это не Доктекс? Нет, вряд ли это Доктекс. Ну ладно. Это не смешно. А когда это было смешно? А, в первой части, когда вы бегали друг от друга, прятались и смеялись. Ха-ха! Ричард! Ричард! Или даже Ричард! Выходи, выходи, мелкий... Вот ты где. А, привет. Опять мы возвращаемся к этой беседке. Я ждала тебя у лабиринта, боялась, что с тобой что-то случилось. Я в порядке, просто хочу побыть один. Нас спустят к беседке или нет? Ты уверен, что ты все хорошо? Я сказал, что да! Эй, если что-то случилось, можешь мне рассказать. Я там чувака убил, а так все нормально. Я просто хочу... Отстань от меня уже! Хотела бы помочь, помолчала бы. Ну, с другой стороны... Ладно, Ричард, я все понимаю. Это ничего не меняет. Ну, как бы как это ничего не меняет? Это меняет. Ты мог бы это узнать о нем раньше. Наверное. Хотя у тебя раньше не было повода так с ним поступать, вот так к нему вламываться. Но ты доверяешь ему до... Ну, хотя да, он тебя вырастил. Ну, не знаю. Тут есть и за, и против. Тут есть и за, и против. Я не могу сказать, кто из них сейчас прям прав. У каждого свои проблемы. Мама, что происходит? Хи-хи, слушай меня. Слушай, очень внимательно. Сегодня ночью в наш дом придут люди. Включаем, что им нужно? Ти, еще все хорошо. Это я их позвала. Ты позвала чуваков, которые устранят твоего хахаля нынешнего, да? Потому что ты понял, насколько огромные ошибки ты сделали. Какого черта? Не, достаньте от меня. Не подходите. Бежать я тут не могу. Не подходите, сволочи, нет. Нет. Отпустите. Не, пожалуйста, не надо. Да. В общем, они его куда-то утащили. Что-то с ним сделали. Я ошибался. Ладно, я думал, что у Ричарда хватит смелости зарезать этого ублюдка. Но, видимо, ну, то, что он нам говорил, ты никогда им не станешь. У тебя никогда не будет столько смелости. Да, ты был прав. У тебя не хватило смелости. Любой гражданин Польши, который сотрудничает с захватчиками. Коллаборатор. Помощник. Ну, типа сотрудник. Ну, кто сотрудник. Понимаю. Который крадет. Доносит. Или иначе выступает против соотечественников. Ну-ка. Первый дом слева, прямо у реки. Перед ним старая вишня. Они прячут их в кладовке, под полом. Иногда их выпускают размять ноги, обычно ближе к вечеру. Некоторые из них иногда даже выходят. Вероятно, на поиски еды. Лучше всего приходить ночью. Ага. Первый дом слева, прямо у реки. Перед ним старая вишня. Они прячут их в кладовке, под полом. Детей, я так полагаю. Они прячут в кладовке, под полом. Их выпускают размять ноги, обычно ближе к вечеру. Некоторые из них иногда даже выходят, вероятно, на поиски еды. Опять же, дети, я так понимаю. И вот эта девочка, Роза. Кстати, Роза, это же, по-моему, как раз еврейское имя. И, возможно, мы сейчас с вами говорим про то, как прятали еврейских детей. А это, кстати, совпадает. Вот. И, видимо... А-а-а-а. Талисман, который она нам дала. Это же было... Я теперь понял, что это были за два металлических уголка. Это же была звезда Давида, спрятанная. Ага. Все. Все, я понял. Я понял. И потому она приходила покушать, потому что она пряталась в доме. Это время второй войны, насколько я понимаю, Ричарду на какой-то... На 80 какой-то год он уже довольно старый человек. Если здесь он малой, то это, возможно, 40-50 лет назад. Да. Да-да-да. То есть ему там лет 10. А там... Да. Все сходится. Значит, это сейчас время второй войны. Девочка, которая приходит пожрать, это еврейская девочка, которая прячется где-то в сарае, в чулане. Так, это мне нужно бомбануть. Где мне силу-то взять, чтобы бомбануть? А, может, здесь. Да! Да-да-да! Совершает непростительное преступление перед Родиной. Смотрите. Спрятанное золото и звезда Давида, щит Давида. Да, мои предположения были верны. Ясно, ясно, ясно. Не должен быть наказан за это. Блюдок это заслужил. Так. Его повесили, что ли? Да, наверное, его просто повесили. Отчима. Это начинает надоедать. Роза, где ты? Розу, скорее всего, погрузили в... Да, блин! А, это... Средняя кнопка, а не прогрела. На, сдохни. Розу, скорее всего, вместе со остальными детьми погрузили и увезли в неизвестном направлении. Возможно, даже в какой-нибудь лагерь, а возможно, и нет. Кто знает. Вот о чем нам говорит рисунок. Чувак психанул и просто все закрасил в черное. Так, давай, давай, беги, беги, беги. Так, нам туда или туда? Мне интересно. Я хочу посмотреть побочные всякие вещи. Так, все съедено, все выпито. Пирожка закончилась. Пожалуйста, выходи! Значит, так, стойте. Если диалоги пошли, значит, нам нужно вернуться... Нам нужно вот сюда вот зайти, значит. Мне кажется, здесь может быть что-то интересное. Чёртов лабиринт. Ну, чё же он не может это без лабиринта в АБ... Ох, ё-па-рсотен. А это куда? Пожалуйста, ты мне нужна. Я правильно иду или нет? Оу-оу-оу! Да хорош промахиваться! Роза, 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 я понимаю символизм. Роза, нет, нет, пожалуйста, проснись! Возможно, их не увезли. Возможно, их просто перебили всех. Немножечко... Ну, не знаю. То есть, конечно, я знаю, что во время войны происходили всякие звезды. Её больше нет! Ну да. Но всё же... Мне кажется, что... Ну, солдаты-то тоже были людьми. Вряд ли бы кто-то... Они забрали её у меня. Вряд ли бы кто-то из солдат стал бы вот так вот хладнокровно просто убивать бы детей. Так, а куда мне теперь-то? Я что, назад сейчас бегу, да? Вы забрали её у меня! Чёртов сраный лабиринт, чтоб его... У меня ничего не осталось. Куда мне идти так тебя через так? Так, туда я пройти не могу. Окей, валим от обратного. Значит, если не сюда, то... Сюда. Ну, здесь они всё поели, всё попили. Теперь... Теперь я ничто... Ничтожество. Да, евре... Да, 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 я был прав. Это щит Давида был. Она говорит, мне нужно, чтобы ты это сохранил. Да. То есть то, что я изначально принял за доктекс, оказалось именно тем, что я и подумал. О, новые эти, значит, я иду правильно. Нет, ударь ещё раз. Да выпустите меня уже отсюда, наконец-то. Ого, там этот... Не связи с этим. Вот так. Вот эти лапы мы с вами тогда видели за стеклом, когда были за нашего обычного персонажа. Что это? Нет, нет, не ты. Нет. Будет какой-то босс-файт или что? Роза. Это ты? Что, 110 килограмм счастья? Розочка? Ты ли это? Маленький цветочек. Моя... Лилия. Лилия, роза. Это ещё ему сыграло то, что у них имена цветочные. Лилия. Это лилия. Ммм, кстати, да, это тема, потому что я-то её продолжаю называть печалькой, но она же, по сути, лилия. Открывайся, сезам. Ну, если сейчас будет какой-то босс-файт с этим кривым управлением, я даже себе боюсь представить, что это будет. Ох, поскорее бы с этим закончить. Давайте какую-то кат-сцену врубим. Я не хочу сам с этим драться. Давайте, пожалуйста, по-человечески. Какая же дворюка блютная. Так, чувак. Ты кто? Ты что? Ты зачем? О, приветочка, Ричард. Эта штука тебя долго держала. Помогите, кто-нибудь, пожалуйста. А, эта штука его сейчас раздавит, и сюда мальчик. Ладно, не буду. Помогите, пожалуйста. Чудовище, за мной конец, чудовище. Чудовище, говоришь? И как же выглядит это чудовище? Сэр, нет времени. Быстрее, нужно уходить отсюда. Все хорошо, Ричард. Успокойся, отдышись. Я вас знаю. Это друг моего отчима? Нет, парень. Он слепой. Я не собираюсь тут заводить друзей. Я пришел за тобой. Нет, не подходите ко мне. Не трогайте меня. Прости, парень. Не знаю, ты хотел сбежать, спрятаться. Оберите мне руки. А пока ты здесь, здесь всегда найдешь тебя. Ричард. Ричард. И он его убил, да? Ну, его внутреннее я. Спираю, все это было сложно воспринять. Томас был таким же, как я, но все-таки другим. Думаю, тебе это и не надо объяснять. Там щупальца ползет. Это, да-да-да-да-да. Тарата, встань. Черт, встань. Там тентакли. Томас. Кто ты, черт возьми, такой? Зверь. Вот он кто. Загнанный. Бесприютный. Все же спрятавшийся в надежде, что его не найдут. А, это, это Ричард, видимо. Я дал ему убежище, дал ему смысл жизни. Он мог добиться куда большего. Вместо этого я решил жмить в этом богом забытом месте. Мне кажется, или я слышу Азмодана? Я чую твой запах, девочка. Ты это он, Ричард. Я то, что от него осталось. Кровоточащая рана, труфлявый пень. И все из-за нее. Я тебя знаю, дитя. Ты пахнешь, как она. Как девочка, которая страдала из-за тебя, а то, с которой ты такое сделал? Она сама пришла ко мне. Потому что ей некуда было больше идти. Где был в тот день ее отец? Где была ты? Откнись, не видись. Я так будто пытался мне какие-то чувства. Она была светом моей жизни. Теплом моей души. Твоя душа давно сгнила. Вряд ли я тебе что-то осталось, кроме твоих грехов. Я почти жаль тебя. Ты ничтожества. Не стану спорить. Он разорвал меня на куски, сжег меня и бросил во тьме. Он зверь. Чудовище. Этот человек, Томас, кто он. Что он? Он тот, кто разделывает души. Тот, кто ломает. Но ты... Да, я тебя знаю. Можешь освободить меня. Я чувствую это. Я чувствую это. Пожалуйста, сделай это. Ты этого не заслужил. Ты не заслужил ничего. Почему он этого не заслужил? Погодите. Ты слышишь? Тогда дай мне это ничто. Я просто хочу перестать существовать, а большим я не прошу. О, будь то. Как думаешь, она сможет простить меня? А ты? Я тебе не судяю. Я всего лишь проводник душ. Исчезни. Он уйдет. Ричард. Ричард? Спасибо, девочка из Красного Дома. Ну, так-то да. Из Красного Дома. Ричард совсем не злодей оказался. Он был жертва. На этот раз это было не просто чувство. Это было воспоминание. Красный Дом. У нее ожоги. Ее спасли из пожара. Красный Дом. Бывала ли я здесь раньше? Неужели я тоже часть головоломки? Ну, конечно, да! В смысле, часть головоломки? Этот человек, Томас. Неужели он был частью моего прошлого? Я практически уверен в этом. И меня также немножечко насторожила фраза. Ты пахнешь так же, как и та девочка. Так же, как и Лили. Тут в моей голове будто что-то щелкнуло. Эта девочка. Это я. Стоп, как? Но, похоже, с ним их сделано здесь, в Ниве. Окей. Красный Дом. Красный Дом. Красный Дом, в смысле, горящий. Что бы это ни было, я чувствую его. Будто он зовет меня к себе. Оттуда, из леса. Возможно, не горящий. Возможно, красный. Это прям реально цвет. В общем, пройдите через лес. Я-то пройду. Погодите. А, спасибо. Меня назад уже не пускают. Я хотел посмотреть, что там было еще в другой стороне. Но нет. Ладно, ребятушки. Тогда на этом серии будем заканчивать. Получили мы еще кусок информации. Пойду-ка я это все обдумаю. И увидимся тогда в следующей серии. Обговорим. Пройдемся дальше. Посмотрим. Все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Все молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok